МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые коллеги! Недавно вот эти четыре слова повергли севастопольскую общественность в шок заподозрили люди чуть ли не покушения на русскую весну, хотя мне мотивация не очень понятна. Я понимаю, что этой весной мы пережили удивительное событие, о котором не хочется забывать, но это не исключает необходимости все-таки задаться вопросом, который здесь обозначен. А дальше-то что? Потому что наследство, которое нам досталось, оно от прошлой власти не ах. Сейчас я немножко более подробно на этом остановлюсь. Поэтому, мне кажется, самое время, тем более в преддверии смены власти в городе, которая должна произойти 14 сентября, таким вопросом задаться и попытаться на него ответить. Я буду сегодня представлять некоторую точку зрения на ответа на этот вопрос, которая была разработана по поручению президента Российской Федерации «Агентством стратегических инициатив» при поддержке группы, которая постепенно нарастала и в конечном счете получила гордое название «Агентство стратегического развития Севастополя». Это, таким образом, результат совместного труда. И я хотел бы представить здесь своих коллег, которые являются руководителями направлений. Это не все сотрудники агентств, но руководители направлений. Не просто для того, чтобы вы на них посмотрели, а поскольку они являются специалистами узкотехнологическими в определенном направлении, соответствующие вопросы, которые могут возникнуть, я буду при случае адресовать специалистов более узкой области. Итак, начну вот с дальнего от меня конца. Александр Иванович Хомяков. Человек, ответственный за схему территориального планирования и концепцию генплана. Известен также тем, что создавал решение архитектурного комплекса от 35-й береговой батареи. Игорь Цымбал, специалист по IT-индустрии. Соответственно, все вопросы по этому направлению я, скорее всего, буду адресовать к нему. Вячеслав Горелов занимался направлением военно-патриотического туризма. Михаил Чимодуров, судоремонт порты. Игорь Шаповалов, исполнительный директор, как организатор всего и вся. Виталий Хворост, приборостроение. Ну и так, прежде чем говорить о развитии, хотелось бы пытаться оценить текущее положение дел. И я начну с экономики, ну, может быть, потому что так мне проще, скажем так. Начну с... Мне проще смотреть на город, как на предприятие. Значит, с этой точки зрения, первый отчет предприятия называется отчет о прибылях и убытках. В этом плане у нас, мягко говоря, не все здорово. Бюджет, прогноз бюджета этого года, это дотационный бюджет на две трети. Вот с такими параметрами. С моей точки зрения, это очень серьезная проблема, потому что в этой ситуации говорить о самостоятельном развитии не приходится. За каждым шагом в развитии город должен обращаться в соответствующие федеральные ведомства. Поэтому, если говорить о некоторых перспективах, все-таки надо добиваться того, чтобы город становился профицитным. Это, естественно, и задача федеральная. Никто не любит дотационные регионы, они должны быть профицитными. Ну, кроме того, я сказал, чтобы можно было здесь проявлять какую-то инициативу, связанную с развитием, нужно иметь этот самый профицит бюджета. Чем определяется дефицит бюджета? Ну, во-первых, значительные доли серой экономики. Некоторые оценки я представлю чуть дальше. Во-вторых, низкая доля промышленного производства в структуре валового регионального продукта. Как вы знаете, за последние 20 с лишним лет наши флагманы индустрии в массе своей были уничтожены. Ну, надо отметить низкую производительность труда во всех сферах экономики, в том числе в сфере обслуживания. Все видят десятки ларьков, продающих один и тот же товар, где люди могут совершить четыре сделки в удачный день. Как вы понимаете, это тоже некоторая характеристика производительности труда. Ну, и высокий уровень фактической безработицы. Я говорю именно о фактической безработице, потому что безработица официально составляет 6,5%. Это более чем приемлемый показатель. Но на деле вы, наверное, знаете, что огромное количество людей имеет реально только сезонную работу. Я бы также упомянул о 20 тысячах студентов, которые обучались до недавнего времени в 34 вузах, востребованность которых на рынке была чрезвычайно низкая, на рынке труда. Ну и, с моей точки зрения, студент, не получающий образование в течение пяти лет, с помощью которого он может устроиться, работать по специальности, де-факто является безработным. Поэтому фактический уровень безработицы, к сожалению, достаточно высок. Если теперь перейти к состоянию общества, то понятно, что отсутствие вот такая экономика, которая существовала на протяжении многих лет, привела к определенной социальной деградации. То количество людей, которые способны создавать что-то вокруг себя, количество людей, умеющих применять себя, имеющих хорошее образование, к сожалению, существенно уменьшилось. И поэтому, когда кто-то говорит о том, что у нас очень высокий кадровый потенциал, это скорее воспоминание о прошлом, чем объективная оценка сегодняшнего положения отдела. Но здесь хотелось бы делать объективные оценки для того, чтобы пытаться вырабатывать правильные пути решения проблем. Следующая серьезная проблема, тут много написано вариантов ее проявления, но в конечном счете это гигантское противоречие между властью и обществом, которое у нас имело место быть до недавнего времени. То есть когда общество совершенно не воспринимало власть, а власть не воспринимало общество. Причин здесь много, здесь они обозначены все. То есть это совершенно инородные оказывались друг по отношению к друг другу субстанции, хотя вроде бы власть была народная, избиралась там и так далее. Но так или иначе, получалось всегда, что, наверное, вряд ли кто-то будет говорить о том, что то, что здесь написано, не соответствует действительности. Значит, как следствие, вот такой жизненной неустроенности, уровень рождаемости достаточно низкий, мы сами себя не производим, более или менее поддерживался общий состав города за счет внешней эмиграции. Ну это как бы тоже не есть хорошо, если вы особенно посмотрите на стратегические установки президента Российской Федерации, я в этом плане его полностью поддерживаю, общество должно себя воспроизводить, это извините. Если этого не происходит, ну значит что-то совсем не так, и такой ситуации не может существовать достаточно долго. Мы в ней жили 23 года, то есть в последний раз естественный прирост наблюдался в 91-м году Севастополь. Ну, пожалуй, единственным позитивным изменением в жизни общества является эта самая русская весна, которая привела к тому, что Севастополь сегодня является городом оптимистов. 57% населения, согласно социологии, считают свою жизнь прекрасной. Это примерно в два раза выше среднероссийского показателя, и едва не дотягивает до Австралии. Но я бы здесь не обольщался, потому что это точно совершенно временное положение дел, и именно поэтому и вопрос, что дальше. Ну, я особо остановлюсь на строительстве, потому что основными конкурентные преимущества Севастополя в сегодняшней ситуации уже является не какой-то там замечательный научно-технический потенциал, как это бывало раньше, а по большому счету море, солнце, прекрасные бухты, история, исторические объекты и любовь к родине. Это я без шуток, кстати, говорю. То есть в этом плане тоже сегодня наше отличительное отличие. Вот как их конвертировать в историю успеха, это вопрос, конечно, вопроса. Я бы особо хотел остановиться на строительстве, потому что эта отрасль как раз-таки наше конкурентное преимущество в значительной степени дезавуирует. Вот это схема розданных участков под застройку, уже с выписанными разрешениями, под так называемое летнее жилье нашего региона, в районе Андреевки, Качи и так далее. Это так называемые перекрепительные сооружения с элементами для проживания или что-то в таком духе. Но это пример как овощной магазин на Капитанский. То, что, ну, значит, ну, урочище, ласпи, все практически распродано, реликтовые леса вырубаются, и пока еще, слава Богу, не так много сделано, но перспективы светлые. Я хотел бы показать несколько картинок, то, что нас ждет, если не предпринять никаких мер. Почему я особо на этом концентрируюсь? Потому что я сказал, что наши конкуренты и преимущества это солнце, море, ну, и хорошие бухты. Это на самом деле так. Из этого можно выжить достаточно много экономики, причем не в неявном виде, не в виде пляжей, там, и гостиниц с ресторанами. А вот эти объекты, они, по сути дела, убивают общественную инфраструктуру, потому что, вы знаете, появляются закрытые пляжи, просто береговая линия застраивается чем-то. То есть то, что по уму является достоянием общественности, вообще первая линия при нормальном строительстве никогда не застраивается. Классический променад или там пляж, береговая зона в какой-нибудь Франции представляет собой следующий слоеный пирог. То есть сначала идет пляж, потом идет променад, потом идет зеленка, потом дорога, потом зеленка, потом строительство. Вот это классика жанра. А у нас море и сразу стройка. Понятно, что это, ну извините за простыречие, простыречие наезд на общественный интерес. Значит, я вам покажу, как через некоторое время будет выглядеть камышовая бухта в результате строительства грязи лечебницы, например. Это пока еще, слава Богу, только в планах. Или как будет выглядеть стрелецкая бухта в результате строительства яхт-клуба. Вы хотите жить в таком городе? Значит, оккупация общественно значимых мест это единственная проблема в нашей стройке. Вторая проблема состоит бесплатным практически использованием сетевых ресурсов города. Только в 2012 году было выдано технических условий на подключение к газовым сетям на 36 тысяч кубов в сутки, в то время как общее потребление города составляет 100, то есть 36% за один год. То есть на самом деле мы проданы на много лет вперед. В результате вы знаете, что при падении температуры ниже минус 5 в отдельных микрорайонах температура падает существенно ниже санитарных норм. Газ у людей в конфорках не зажигается. А стоят ряды летних домов, в которых никто не живет. Там автоматически котельные неблагополучно себе газ потребляют, это все надо греть. Никакого экономического эффекта от этого город не получает. Люди, занимающиеся стройкой, очень часто любят вводить в заблуждение общественность, говоря об инвестициях. А какая радость, извините, город об инвестициях. Город их интересует, сами по себе инвестиции, город не интересует. Интересует, что получается после инвестиций. Если после инвестиций получается жилье для севастопольцев, которые работают в городе и платят налоги, это одна история. Если это получается летнее жилье, которое блокирует доступ к общественно значимым местам, сидит на наших коммуникациях. А кроме этого, человек сюда приезжает полдня в год и дальше уезжает, то какая нам радость, здесь живущим, от такой инвестиции? С моей точки зрения, никакой. Поэтому, может быть, я так подробно на этом остановился, потому что не мне одному понятно, что является нашим основным конкурентным преимуществом, и в это вкладывались очень большие деньги. Каким мы хотим видеть Севастополь в будущем? Скажу о нескольких, ну, обозначу основные направления, как я представляю точку зрения вот этой группы, то есть вы, пожалуйста, на нее не смотрите, как святое писание. То есть, безусловно, это штука, которая предлагается вам сейчас в качестве основы для программы партии. Это то, что мы можем обсуждать, что подвержено корректировке и так далее. Это то, что мы сумели собрать за два с половиной месяца, одновременно собирая команду, и вот как-то консолидировать это в единую точку зрения. Поэтому относитесь к ней с терпимостью. Итак, видятся пять ключевых задач. Первая, опять же, относится к экономике, к бюджету, как я сказал, без профицитного бюджета решать всевозможные социальные задачи. Системно не получится. Тактически получится, где-то можно деньги выпросить. Системно не получится. Здесь два направления. Это обеление экономики и приоритетное развитие. Важно обозначить, за счет чего будет наполняться бюджет. Это очень принципиально, с моей точки зрения. Это задает вектор развития города. Это то, вокруг чего мы должны договориться. Мы, понятно, принимаем во внимание реальность. Например, Крым будет развиваться, понятно, вокруг туризма, и вот хотят еще казино туда добавить. Мы обозначили следующие основные направления. Я должен сказать, что это не просто некоторые фантазии на тему. Из приятного в этой концепции то, что за каждым из этих направлений стоят определенные проекты, определенные переговоры, которые уже находятся в разной стадии продвижения. Но мы себе представляем экономику, которая потенциально может стоять за каждой из этих отраслей. И представляем не из общих гипотетических соображений, а исходя из общения с совершенно конкретными компаниями, с совершенно конкретными людьми и имея предложения по совершенно конкретным проектам. Может быть, это и самая существенная часть того, что удалось сделать. Поскольку люди здесь присутствующие не являются макроэкономистами, не могут проектировать что-то, исходя из общих соображений, как что будет расти, а являются, скажем так, микроэкономистами, мы пытались строить концепцию только исходя из тех контрактов, которые удалось наработать, и проектов за время, собственно, подготовки самой концепции. Второе направление существенное. Я считаю, что мы, как город в России сегодня, должны выполнять некоторую федеральную функцию, не только как главная база Черноморского флота, как вот здесь написано, центр генерации национального самосознания.